Так, я надеюсь, силы передачи данных по интернету будет достаточно для нашей сегодняшней трансляции. И в том числе сразу делюсь на Фейсбуке. Но, безусловно, смотреть лучше здесь. Так, потому что говорят, что там на Фейсбуке не сразу включается. Поехали. Я все еще в Бишкеке. Очередной день семинара подошел к концу. И, как обычно, у нас с вами некая традиция. Деленые дни мы выбираем, чтобы отвечать на ваши вопросы. Иногда я цитирую хадисы. Вчера был вопрос, на который я не успел. Ответить, тем более, мельком ответил. Тем более, что человек дал некоторые уточнения. Касательно, что именно он имел в виду. И он сказал о трудоголизме этот человек. Так, сейчас ваши комментарии уже открываем. Хорошо. Потихонечку посмотрю. Давайте я вот про трудоголизм. Потом коротко ваши вопросы. И на этом завершим. То есть, наши 10 минут примерно. Человек сказал о том, что есть вот его знакомые, 52 года. Но они задумаются о своем здоровье. Уходят в работу. Среди мужчин это распространено. Почему высокая смертность достаточно ранняя среди мужчин? Потому что они думают, что само собой пройдет. До последнего тянут. До самой критической точки. И даже недавно я столкнулся с ситуацией. Человек, ну ему только-только за 40. Он чувствовал боль в теле. Он сходил к врачу. Ему врачи сказали, ну, наверное, где-то там зажал что-то в спине. Давайте мыть обезболивающие раз. Потом еще боль повторялась. Ну, обезболивающие как-то вот туда сходил. Сюда вроде как нормально. Потом он начал немножко посильнее обезболивающие пить. Потому что сильная боль. Потом уже боль стала невыносимой через 6 месяцев. В итоге это оказалось уже на очень серьезной стадии раковой опухоли. Не дай бог. Хотя человек очень молод. Я сам сталкивался с заболеваниями. Минимум четырьмя серьезными после 30. Но Всевышний миловал. Я просто брал как-то, старался. Хотя сначала шел путем врачей. Потом понимал, что это неэффективно. То есть не всякое заболевание. Прямо-таки традиционными методами лечиться. Потом я для себя понял, что это связано. Нужно менять что-то. И в графике работы. И четко следить за тем же самым где-то сном. То есть после 30 уже другой организм. Это тебе не 20 лет. Питание нужно менять. Где-то на каком-то этапе понял, что и дополнительные витамины нужны. Безусловно, такие-то физические нагрузки. Такие-то мышцы для такой-то части тела. Такие-то мышцы для такой-то части тела. Где-то нужно вот это. Где-то нужно вот это. И это в комплексе уже давало с Божьей помощью. Безусловно. Би-ауни-ля-гил-коти давало результат исцеления. И пусть даже это будет прямо-таки не абсолютное исцеление. Потому что организм наш живой. И телевизорные ситуации бывают. И органы, они где-то изнашиваются. И нужно уже в последующие годы поддерживать мышцы. А телевизорные органы наши уже поддерживают. За счет здорового питания. За счет нагрузок. За счет правильного дыхания. Либо движений. В должном уже тонусе. В здоровом состоянии. Чтобы организм, когда у него хорошая иммунная система. Он в состоянии побороть любую инфекцию. Любой вирус. И любые сложности. Поэтому здесь то, что человек не хочет идти. Как его переубедить? Как его вытащить из потока вот этой вот суеты. Когда человеку хочет уйти в работу. Но не заниматься своим здоровьем. Не идти к врачу. Подавляющее большинство мужчин. И не только. Мужчины у женщин тоже такое встречается. Они не думают о своем здоровье. Поэтому именно мужчины. Среди них больше всего наркоманов. Алкоголиков. Прелюбодеев. Курящих. Смотрящих телевизор. И так далее. То есть все, что можно, всякое вредное. Они это поглощают. Они это совершают. Они себя сами разрушают. И так как ломать не строить. Ломать, получать искусственный такой дофамин. Это приятно. О последствиях не думать. Но в итоге человек и духовную составляющую, и интеллектуальную составляющую. Свой мозг разрушает. И тело разрушает. И отношения разрушают. От этого не становится. В итоге ни богаче, ни умнее, ни сильнее, ни набожнее. Это проблема многих. Но, в общем-то, это многие мои проповеди. Мои книги. Трениерная тематика. Семинары. В общем-то, этими путями. Ролики. Сайт. Ума.ру. Вот этими информационными путями. Доступными. В том числе, большая часть этого. Все бесплатное. В интернете. Пожалуйста. А что-то уже более такие сложные вещи. Они где-то есть. Семинары. И платные. Но, в любом случае, даже та информация, которая аудио, видео, текстовая, есть в интернете. Эта информация, являясь я автором. То есть, она как раз для того, чтобы люди брали эти инструменты и меняли свою жизнь к лучшему. В том числе, какие-то конкретные рекомендации. Поэтому, здесь заставить человека? Нет. Суметь сказать ему что-то. Закинуть мысль в его голову. Зернышко, которое прорастет и все-таки его подтолкнет. Критику никакой человек не будет. Принимать его. Мозг будет выдавать контраргументы. Но вот если вы подтолкнете и разумно как-то сформулируете, что нужно побеспокоиться о своем здоровье своевременно, дабы счастливо, долго жить здоровым и богатым. Да, например. То есть, как-то суметь это сформулировать, закинуть это ему. Где-то еще в какой-то удачный момент повторить. Напомнить. Возможно, человек задумается. Возможно, человек что-то изменит в своей жизни. Но люди меняются очень с большим трудом. Смотрю ваши комментарии. Так, ух-ух-ух-ух, здесь много. Но учтите, у нас времени не так много. Всем алейкум ассалам. Так, теперь смотрю. Что у нас тут? Первый был Тимур, я понял. Из-за неудобного графика работы не получается считать 5 раз намаз. Можно считать только утром и вечером. Спасибо. Что вы порекомендовали бабушке, чтобы больше жила, была здоровее? Ну, вообще, людям после 30, тем более после 40, 50 или 60, нужно больше двигаться и правильно питаться, все временно высыпаться. Дневной сон очень здорово укрепляет нашу иммунную систему. Ну, не продолжительный. Это коротко. Что касается 5 намазов, безусловно, если у вас очень активный период учебы, либо работы, вы дневные намазы не успеваете. Вам нужны те намазы, которые, то есть вы можете где-то, да, вот у меня тоже такие ситуации бывают, где-то дороги, еще что-то, вот не получается полноценно, можно совершить намаз в сети. С максимальной природой движения. Это в книжке моей мусульманской ритмной практики все вот эти нюансы разбираются очень подробно, но все же. Так, если у вас никак не получилось, и тем более омовение-то нет, чтобы даже сидя совершать должно быть омовение, наличие ритуальной чистоты, то в этом случае, безусловно, вы уже по возвращении домой, когда у вас будут конкретные возможности, вы восполните пропущенные именно фарзовые ракеты. Так, этого достаточно. Как вы относитесь к фотофологии Лена? Ну, я фотофологию Лена в оригинале читал еще многие-многие годы назад. Это на самом деле личность, которая очень много изменила и в Турции, и в мире. То есть человек, который сделал акцент на, то есть именно мусульманские ценности с акцентом на именно образование. И поэтому как раз-таки те лицеи, учебные заведения, которые относятся к этому джемату в мире, они выдают очень высокие результаты и в химии, и в физике, и в математике, и так далее. А то, что его стараются через него какую-то делать политику или как-то его оклеветать, ну, всегда, когда люди, те личности серьезные, сильные, которые достигают чего-то, и тем более серьезные, вносят изменения. Позитивные изменения находятся желающие их оклеветать, очернить, оскорбить. Ну, это обычное явление. Так, что дальше? Профилактика гордыни. Как пояснить гордыни в Куране и Соне? Что это? Как контролировать это довольствие результатом? Город за детей, где грань? Невозможно быть уверенным, что гордыни в сердце нет, она стоит и неопределенно должна... Давайте так. Это можно уйти в философию. Я бы рекомендовал мою книгу «Мир души». Она есть в аудиоформате, в том числе, по-моему, на умстор.ру. По-моему, тоже можно дойти и в текстовом, там, в электронном формате, в бумажном формате, и в озон.ру, лабиринт.ру, там разные. И в Казахстане, если то, это умстор.кизет, да, вот сейчас в Бишкеке, здесь, по-моему, это Ашрабат-центр, там есть книги наши. То есть «Мир души» книгу, она одна из самых таких моих для меня любимых, и там, с точки зрения духовных составляющих, в том числе гордыни, там должно быть много полезной информации. Так, как развивать дикцию и речь? Ну, минимум программы, минимум, да, это говорить медленно. Ну, и взять несколько уроков у профессионалов. Когда и как можно к вам на семинар в Бишкеке простым людям? Простым людям? Здесь не вопрос, простой человек или не простой, вопрос того, что, ну, другие многие вопросы. В Бишкеке массовый семинар, вот у нас был в прошлом году, Бишкек побил все рекорды, это 2200 человек. Был семинар на самый большой зал, полностью все билеты были проданы, мне понравилось, я надеюсь, тоже всем, кто были участниками. В этом году в Бишкеке, по-моему, в апреле, у нас в расписании на 2016 год уже стоит, в апреле, по-моему, в апреле месяце в этом году запланирован в Бишкеке также массовый семинар. Это семинар финансы от Реонио. Дальше. Ваше разрешение на перевод, богословский перевод у Курана на карагасский язык. Ну, так здесь что, когда и как можно к вам на семинар сказали, ваше разрешение на перевод, спасибо. Так, ну, я уже по поводу перевода говорил, если возьмете за это, подумайте, то есть, в любом случае, хотя бы с чего-то малого начнете, то уже, как бы, там посмотрим в процессе, как и что. То есть, полный перевод моего перевода смыслов, все пять томов, это только на таджикском. Они переведены, они изданы, они есть, и, ну, и все очень хвалят. Те, кто читал. Так, бабушке 91 год, ну, неважно, сколько лет, то есть, как бы, нужно в любом случае двигаться, читать, развиваться, то есть, чтобы мозг, в том числе, какие-то сложные вещи решать. Читал два раза в прошлом году по поводу Мир Души, но там уже по поводу гордыни, тогда надо будет там вам посмотреть повнимательнее, что к чему, или посмотреть среди проповеди по гордыне, по поисковику, среди моих проповедей. Шамиль Хазрат, вы тратите столько сил, труда, времени. Так, времени у нас как можем отблагодарить. Спасибо огромное. Да, если помолитесь, попросите Всевышнего для меня божественного благословения в моих планах, те были у меня, как бы, и на этот год, и последующий, дай Бог, я обычно прошу, то есть, в том числе, и последние годы особенно, что Всевышний мне дал и сил, и жизнь, и энергии, и возможности, и вот лет жизни, чтобы реализовать те интеллектуальные несколько проектов, они богословские чисто, чтобы это все довести до конца, и чтобы вот, ну, то, что я считаю миссией, что должно принести, даст Бог, иншало, сотни миллионов людей пользу, в первую очередь, им русскоязычным, то в это направление двигаюсь по чуть-чуть, по чуть-чуть, постоянно, и если вы попросите Всевышнего, что он мне дал божественное благословение, помог мне в этом, я думаю, это будет самая лучшая благодарность. Привет из Казахстана, отлично, хорошо. Так, когда собираетесь приехать в Душамбе? Вы на, вот, семинар собака.ума.ру, семинар собака.ума.ру, это как раз наш семинарный ящик, там можете уточнить, у нас уже есть расписание на год, на 2016-й, Душамбе у нас есть, я не помню, это либо март, либо апрель, Душамбе и Худжан, по-моему, еще город, там стоят у нас, поэтому, ну, вы запросите просто или расписание, я надеюсь, на i3lioner.com скоро оно появится, все могут посмотреть, то есть, его готовят, но мы для себя уже утвердили, еще до начала 16-го, там Душамбе есть, причем даже в течение 16-го года, по-моему, два раза. Так, алейкум, ас-саляму, арахмату, алейкум, арахмату, алейкум, арахмату, 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 что посоветуете, если человек настолько лень поглотил, что отказывается от многого в жизни, постоянно боясь негативных последствий. О, это очень сложный процесс, это на семинарах мы конкретно прорабатываем, но, если прямо супер коротко, человек должен иметь цели, упакованные в сроки. И у него должно появиться куча желаний это реализовать. Так, еще один вопрос, но давайте последний. И все, я выхожу из эфира. У меня еще некоторые дела, как бы, и для того, чтобы чтать Куран, очень арабский, чтобы говорить без акцента, думать на арабском, чтобы сны снились на арабском. Может, у вас есть носитель языка, преподаватель Махраджа? Ну, у меня такого знакомого нет, двигайтесь, это целая отдельная тема, но начните хотя бы, шаг номер один, это правильное стать видом чтения Курана. Все, господа, всем счастья, благо, изобилие, Божественного благословения, всего самого наилучшего. Вальхамду лилляхи, Руббальхалами. До новых встреч.